В прошлом году мы показывали материал о том, что к нам обратилась жительница 25 дома по улице Зайцева Наталья Власова. Она рассказала, что соседи не дают спокойно жить. Постоянно устраивают пьянки и скандалы, угрожают расправой, применяют силу. Сейчас женщина боится за свое здоровье, как никогда. Они признаны инвалидами. Муж и вовсе 27 раз был на принудительном лечении в психоневрологическом диспансере. Правда, почему-то проблемы со здоровьем не мешают им устраивать попойки и дебоширить. По словам Натальи, то, что отношения не заладятся, было понятно с первого дня заселения. 20 июня 2018 года я вернулась с отпуска. В данной квартире до этого проживали пенсионеры. У нас были прекрасные отношения. Видимо, они продавали квартиру, но они приобрели. Я вернулась. Ночью хоп-хай-лалай здесь. Музыка, грохот. Думаю, ну ладно, всякое бывает. Второй день, третий день. Сил уже нет. А мне перестраиваться надо с московского времени и на работу выходить. Ну, я пошла попросить тишины. Я считаю, что это нормально. В пол первого ночи я постучалась. Мне открыли дверь. Я немножко была ошарашена увиденным. Ну, то, что совершенно новые люди. Как бы, ну, собрала в кучу себя, представилась, объяснила, что вот есть закон о тишине. Как бы, я понимаю, что это может быть, там, сколько дней жили, здесь не было никого. Ну, как бы, имейте совесть. Люди живут, жили тогда на этот момент с детьми маленькими. Дыхать хотят все. Ну, довольно-таки хорошо-хорошо. Закрыли дверь, все это продолжилось. На следующий день опять. То есть я вообще не сплю. Днем не могу, ночью не дают. Я опять постучалась. Мне не открыли. Меня просто в жесткой форме послали. Я пришла домой. Через 15 минут эти товарищи выбежали и начали, как вы видели, мою железную дверь, выбивать в нее ногами с воплями. Я убью тебя, ***. Я была немного, не немного, я была просто ошарашена. Я позвонила в полицию. Приехал наряд. Я им говорю, забирайте их. Они какие-то неадекватные. Ну что, они просто вам стучали, чтобы извиниться. Я говорю, выбивая ногами дверь, вы меня извините, ну, с воплями я убью тебя. Я говорю, какой-то странный способ. И вот с того момента все это началось. Естественно, наряд развернулся и просто уехал. Я на следующий день поехала и написала на угрозу. Меня отправили к участковому. Участковый там, грубо говоря, рвал на себе тельняшку. Я сейчас там сделаю запросы. По итогу песни никто ничего не сделал. Наталья рассказывает, с того момента вызывала полицию несколько десятков раз. Но правоохранители ее права защищать почему-то не рвутся. Зато на обращения соседей реагируют очень быстро. Те просят прислать наряд сразу после ссоры, чтобы первыми выставить себя пострадавшей стороной. Я не знаю, что они там наговорили. Получается, я видела, как они заходили, полиция к ним, то, что это все слышно. Звонок в дверь я открываю, заходит участковый, и тут же заходит следом от них полиция. И мне сотрудник полиции с такой злостью, я стою, у меня просто катятся слезы, а он мне говорит, надо дружить с соседями. Я на него смотрю, говорю, у меня, конечно, простите, а как дружить с психически больными людьми? Вот объясните мне, как? Он, это ваши проблемы, отдал участковому заявление. Развинулись, они ушли. Два участковых было. Один говорит, я пойду к соседям, а второй участковый читает заявление. Я говорю, а по какому поводу там на меня написано, объясните. По этому заявлению на вас будет хулиганка. Я говорю, подождите, меня оскорбляли там на подъезде, в подъезде у меня есть свидетели. Я говорю, мне выбивали дверь, мне тут угрожали, и мне будет хулиганка? А за что? За то, что я существую, в принципе, говорю, я не могу понять. У меня соседка со второго этажа мне позвонила, сказала, приедет полиция, я буду свидетелем. Он, как будто этого всего не слышит, он начинает писать протокол. А я сижу и не знаю просто, что делать. Вот что делать, вот как ему донести? Звоните адвокату своему, ну, как бы что? И тут соседка поднимается со второго этажа. Несмотря на то, что человеку очень тяжело как бы на пятый этаж подняться в возрасте, она открывает, ну, я открываю дверь, я прям выдохнула. Она говорит, сколько это будет продолжаться? Сколько они над ней будут издеваться? Вы когда уже начнете работать? Я свидетель, я вам говорю, что она им слова не произнесла вообще ни одного. Ну, и только благодаря, как бы, ее появлению с нее взяли объяснение, и мне, ну, как бы, ничего, так сказать, не пришили. Борясь за свою безопасность, Наталья писала во все инстанции, вплоть до приемной президента страны. Но решить проблему, естественно, поручили местным органам правопорядка. И круг замкнулся. Женщина решила во всеуслышание рассказать о происходящем и обратилась в СМИ. В 2021 году, когда они мне выбивали, вот 17 февраля дверь, и я уже понимаю, что мне пришли отказы от прокуратуры по угрозам, по выбиванию двери, по оскорблениям. Я решила обратиться к какой-то СМИ, и, естественно, мне говорят, ну, попробуй в ГТРК, там тебе помогут. Тем более, ранее они уже делали репортаж, тоже у нас была беда по вине скорой. Я позвонила, все, мне дали контакты. Со мной связался Никита, фамилию я не помню. Что мне не понравилось, допустим, да. Мы с ним договорились на определенный день. Соответственно, я с работы лечу, чтобы... Я не люблю опаздывать. Час проходит, два проходит, три проходит. Нет, я ему звоню. Он, ой, вы знаете, у меня видеооператора нет. Я говорю, ну, вы бы могли предупредить. Ну, я понимаю, что работа такая, да, там, как бы я все понимаю. Ой, я забыл. На следе проходит еще время, неделя, еще, ни ответа, ни привета. Я звоню в редакцию, я говорю, извините, пожалуйста, а мне вас ждать? Нет. Она, так вы же сказали, что вы там заняты, когда освободитесь, перезвоните. Я говорю, подождите, у меня речи такой не было. Вообще-то ваш товарищ сказал, что занят. И, ну, она, в частности, Никита с вами свяжется. Ну, позвонил, все, хорошо поговорили, все, они приехали, отсняли материал. Месяц, тишина, второй месяц, тишина, как бы уже середина мая, тишина. Тут я уже побои получила. Об этом я написала, что я лежу в больнице с побоями. Тоже ни ответа, ни привета. Я звоню в редакцию поинтересоваться, был ли материал, не был. Мне вообще, ну, надеяться на что-то или дальше действовать уже, времени ждать, просто нет. Я не знаю, кто мне ответил по телефону, сказали, ваш материал уже был, его же поместили на лечение. Я говорю, простите, он в данный момент, вот сейчас я стою перед окном, он гуляет на улице с собачкой. Куда его поместили? Как мне узнать информацию, можете подсказать? Она, не знаю, звоните Никите. Ну, я звоню, трубку Никита, соответственно, не берет. До этого я тоже несколько раз звонила. И буквально через несколько секунд после моего звонка, на который мне Никита не ответил, мне в WhatsApp пришло сообщение, что, извините, Наталья, у нас полетел сервер, мы пытались восстановить данные с резервного, ну, ничего не получилось, репортажа не будет. Ну, если честно, я была не удивлена. По той простой причине, что мне кажется, ну, просто исходя из этих многолетних попыток что-то сделать, что, возможно, кто-то курирует данных товарищей, кто-то им помогает очень усиленно. И так как я знаю, что это государственная телекомпания, вполне могли сказать, что нет, ну, не надо выпускать никакого репортажа, ничего. На прошлой неделе Наталья встретилась с руководителями правоохранительных органов и снова задала вопрос, кто же сможет ее защитить. Мне дали понять, что все ваши обращения были рассмотрены, вам были направлены ответы в рамках закона. И прокурор меня спросил, ну, вы же сейчас сказали, что он находится на лечении, а она, ну, вот ушла опять обратно в дом престарелых 1 марта. Что вы сейчас-то хотите? Я говорю, я хочу, чтобы его оттуда, обратно в социум не выпустили. Потому что человек, каждый раз выходя оттуда, он выходит еще озлобленнее. Он просто меня убьет. А я с ними ни с одним, ни со вторым не справлюсь. А там, извините, комплекция, дай Боже. Да там и силы, извините. Он мужчина, в конце концов, какой бы там ни был, но силы у них, я знаю, на себе. Я лично это испытала. Когда у меня на месяц отнялась рука, он меня просто схватил за руку. Я месяц была на больничном. У меня не функционировала рука. И из общения с правоохранительными органами, с органами власти, я поняла, что тут ничего делать не будет. Сейчас, как они любят, да, там шум, шумиха поднялась, потом все затихнет, все заботится, все замечательно. А тем временем Наталья, каждый день возвращаясь домой, прислушивается, нет ли кого из соседей. Сейчас он вновь на принудительном лечении, она в доме-интернате для инвалидов. Но в любой момент могут вернуться. И тогда, уверена, женщина ее попросту убьет. Это ей уже давно дали понять. Были и нападения. Это был 19-й год, 26-е мая. Соседи с третьего этажа, они уже на данный момент съехали, там живут, проживают другие. Увидели, как летит, они живут на третьем этаже, как летит горящий матрас. А, соответственно, этаж 26-го мая, сухая трава. Там стоят моя машина, их машина и других соседей. Они поднялись к ним, она работала в тот момент в доме-интернате вот этом. Соответственно, она его знает давно. Его, его жену. Они поднялись, я слышала, как они ругались. Это было где-то примерно часов шесть, потому что у меня телефон рядом лежал. Я еще посмотрела, думаю, что ж такое рань-то орать. Не придала значения и дальше пыталась уснуть. Тут у меня начали двери стучать. Я думаю, боже, что случилось? Я открываю глаза и понимаю, что я чуть не задохнулась от гари. У меня в квартире дышать нечем. Я никогда не открываю окна, потому что мне постоянно холодно. Я открываю дверь, стою, я зачем-то на автомате хватаю телефон с просоней, не понимаю, что происходит. Она залетает, бегом, бегом, беги на балкон. Смотри, смотри, что смотри. У меня балкон заставлен, шел ремонт в квартире. Все заставлено. Я на панике, давай это все очищать. Проход к балкону, пытаюсь на балкон залезть. Выхожу и зачем-то я включаю видеозапись, я не знаю, все это было. На автомате смотрю, матрас горит. Он был там небольшой такой, как бы детский, но сам факт, что он тлеет. И в какой-то момент я поворачиваюсь, вылазит товарищ сосед из пятого этажа, совершенно в другую сторону льет ведро воды. Я это успела зафотографировать. Не знаю, как на панике все это непонятное состояние. Я соседке говорю, она говорит, он неадекватный. Я говорю, а вы с ним что ли там ругались? Она говорит, да. Мы пытались с мужем ему объяснить, что творишь вообще. Я говорю, вызывайте полицию. Она со своего телефона звонит. Соответственно, это все сумбурно. Я у нее беру трубку, объясняю, что человек невменяемый, неадекватный. Выкинул матрас этот самый. Ждите наряд. Хорошо. Тоже мы звоним в скорую. Так как она говорит, что он этот самый. Мы вызываем, соответственно, бригаду. Я ухожу тушить матрас. В этот момент, спускаясь, я звоню соседям снизу, потому как у них было две квартиры тогда. Одна подо мной, одна под ними. В то и шел ремонт. Я, ну, извиняюсь, соответственно, говорю, иди срочно смотри, что у тебя происходит в квартире. Возможно, тебя там заливают. Я спустилась, начала тушить, зафотографировала, выкинула в лужу матрас этот соседей с соседнего подъезда. Говорит, что опять эти товарищи? Я говорю, ну да. Так как я ранее пришла, в тот день поздно домой, в три часа утра. Они говорят, да, у них там гулянка была полночи. Я говорю, ну, слава богу, я этого не слышала. Специально уходила с дома, чтобы не слышать. Я поднимаюсь, сосед, ну, я говорю, вызывайте еще раз полицию. Мы второй раз позвонили. К слову, полиция в тот день не приехала вообще, а скорая бригада приехала через четыре часа. Соседка поднимается ко мне, она находится у меня. В этот момент открывается дверь, а дверь у них тогда была железная, ну, громко открывалась довольно-таки. Она в глазок смотрит, говорит, он уходит, надо его задержать. Она выходит в подъезд и начинает с ним разговаривать. Она, в принципе, не матерится. То есть человек в возрасте, она культурный. Она начинает с ним разговаривать, что нельзя так делать, ну, пытается его задержать. А он в этот момент спускается. Я вышла в подъезд в какой-то момент, я не знаю, зачем, но я включила диктофон. Ну, чисто на автомате. Она с этим сравнением разговаривала, все оскорбления, которые сыпались, сыпались почему-то в мой адрес, хотя я стояла и молчала. В какой-то момент я просто сказала «Козлина». Он разворачивается с третьего этажа, несется наверх. В этот момент выходит сосед четвертого этажа, пытается его остановить, он его откидывает, ну, просто вот как игрушку. Подлетает ко мне, хватает меня вот так вот за руку. У меня рука моментально отсыхает, во второй руке у меня телефон, и я понимаю, что все, мне надо любимым путями сохранить эту аудиозапись. Он пытается занести кулак мне, чтобы ударить в лицо. Подбегают соседи, соответственно, сосед ему преграждает удар. Удар он, слава богу, не смог нанести. Соседка, они пытаются его оттащить всячески. Для понимания, жены его в подъезде не было, она находилась дома. С горем пополам они его от меня оттаскивают. Тут выходит его жена и начинает орать, что, чего вы его трогаете. Я ему говорю, ничего, что он на меня кинулся. Там идет разговор, Влад говорит, да, у меня заливает балкон, как бы у меня капает. Соседка говорит с третьего этажа, что они заходили туда, смотрели, у них там стоит какой-то слой воды. Соответственно, вода куда будет уходить? Только к соседям. И в этот момент Таня говорит, можете зайти посмотреть им, что у меня ничего нет, что у нас все хорошо типа на балконе. Влад, ну, Влад, иди посмотри, я не хочу там туда-сюда. Но в итоге они заходят, я захожу к себе в квартиру. Но в связи с тем, что у них была открыта дверь, я свою железную дверь не смогла закрыть. Ну, вот я вам показывала. Я закрыла только вот эту вторую, деревянную. И стоя здесь у себя в коридоре, я еще стояла, думаю, отключать, запись не отключать. И зависла на какой-то момент. Он начинает мне со своей квартиры орать, что меня прибьют туда-сюда. Я ему говорю, смотри, как бы тебе все это не сделали. И он разворачивается, залетает ко мне в квартиру. У меня ремонт шел на кухне и в коридоре. Лежала на мешке там палка. Он хватает эту палку, а я ему пошел вон с моей квартиры. Я не понимаю, что мне делать. У меня выход только один в окно. В окно и все. Ну, мне деваться некуда. Я зажата на кухне. Он размахивается палкой этой. Палка, мы потом замерили ее уже, когда было следствие, полтора метра. Стоя на пороге между кухней и коридором, эта палка летит мне четко прямо вот в голову. Прямо где глаза. Я понимаю, что я не могу ни присесть, но я ничего не могу сделать. Все, я зажата. И в этот момент, когда уже палка долетала до меня, заходит его жена. Соответственно, ее здесь никто тоже не приглашал. Она его слегка как-то дернула за плечо, и палка прилетает четко вот так вот у меня перед глазами. А зайдя в тот момент, когда он залетел, я понимаю, что у меня только кухня, я успела отшвырнуть телефон, ну, чтобы хоть как-то что-то сохранить, какие-то доказательства. Он, она его разворачивает, начинает выталкивать, сделав один шаг, так сказать, с порога кухни, он швыряет палку, я ее убью. Это четко слышно на аудиозаписи. Да, приглушена потому как, но это было в моей квартире. Я дождала до трех часов дня, полиция не приехала, скорая вот приехала, я увидела в глазу, как они собираются уходить. Я открываю дверь, я говорю, подождите, товарищи, стойте, стойте, а вы куда? Вы почему не забираете? Он неадекватный. Ну, что мне сотрудник скорой говорит, вы его обозвали, как бы это помягче сказать, так сказать, любителем радуги. Я говорю, стоять, а у меня есть аудиозапись, я его назвала козлиной, это раз, а во-вторых, он в мою сторону здесь слал, как бы, все это дело, маты и все оскорбления. Я включаю, они прослушивают, он мне говорит, это дело полиции. Поднимается соседка и говорит, подождите, я сотрудник, вот я работала, я его прекрасно знаю, он неадекватный, он психически неадекватный, забирайте его отсюда, он агрессивный. Они развернулись и уехали. И я так понимаю, что, как мне потом было сказано, что они оформили, как ложный вызов. Единственный выход, уверена женщина, сделать так, чтобы жители соседней квартиры больше туда не вернулись. Но почему-то многие считают, что это она должна сменить место жительства. Я ездила, когда в психологический диспансер, мне было сказано, съезжайте. А вот мне вот очень интересно, может, они мне квартиру купят, приобретут, с равноценным ремонтом, который у меня здесь, полностью все поменяно. Вот мне очень интересно. Почему все решили, что я должна съезжать? Может, вы уже работать все начнете? И выполнять свои обязанности? Может быть, главврач психологического диспансера к себе его возьмут в соседи? У нас тут весь солнечный просто выдохнет. Выдохнет так, что вы себе не представляете. Есть ли шанс, что это случится? И как видят эту ситуацию представители контролирующих органов, мы постараемся узнать в ближайшее время и расскажем в одном из выпусков новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова